Я вообще родился в Звенигороде, но не должен был родиться в Звенигороде, тоже какой-то такой промысел случился. Должен был родиться в Лобне, там жила моя семья, а в Дютикове под Звенигородом домик летний моих родителей находится. Родители моего отца жили в Коралово. Вот мама находилась перед родами в Коралово, пошел дождь, она пошла убрать картошку в ведре, и я уже не смог удержаться и попросился на выход. И поэтому ближайший роддом находился в Звенигороде, я как раз родился в знаменитой больнице Чехова, где тогда еще рождались из Звенигородца. Каждый лет я проводил в Звенигороде, любил его. Каждую зиму мечтал скорее сюда приехать. И так случилось, что, конечно, вот это вот желание, оно и воплотилось и в работе, и в жизни здесь, потом уже все по вторую половину моей жизни. Как-то у меня все в моей жизни происходит неосознанно, не обдуманно, а как-то вот так спонтанно, и через какой-то щелчок, через какой-то такой призыв, приглашение. Например, в школе по истории, любил я историю, но и учительница любила историю, но как-то стал плохо учиться и стал тройки получать. И она мне сказала, что неужели ты не хочешь идти на исторический факультет? Я подумала, а я не хочу, правда. И вот так вот все и пошло, что стал узнавать, какие же факультеты исторические существуют, какие существуют курсы подготовительные, стал к этому готовиться, и со второго раза поступил на исторический факультет Московского университета и проучился там до 2000 года. По сути, это последний выпуск наш второго тысячелетия ГУ. Сразу же в этом году, когда окончил, вот вечно он получил приглашение от своих знакомых прийти в музей. И опять-таки вот этот призыв, приглашение, не надо ничего думать, не надо ничего решать, искать. Пошел, откликнулся на него, и тут же сразу получил третье приглашение, где жить. Тоже в храме в нашем Успенском соборе. Тоже предложение такое поступило, и до сих пор я там живу 24 года, и как бы помогаю. Казначеем являюсь в соборе, курирую реставрационные работы. Также, например, из такого вот издательской работы, я, допустим, ничего не хотел сам написать, сам издать. Так получалось, что, допустим, один человек обращается, давай вот это сделаем, давай вот такую книжку выпустим. Отец Георгий, книжку о храме Шевцкого сделать. Потом о нашем храме, в Успенском соборе, тоже так же была сделана книжка. Потом поступило предложение издать многочисленные, такие многолетние, у меня были исследования в газете «Знегородской ведомости» по истории из негородских домов. Они сами по себе не примечательные, архитуры не шедевральные, но они интересны по истории и по своему скромному облику, который характеризует вообще наш вот такой тихий, уютный город Звенигород. В мою должность входит организация научной работы всех сотрудников, не только своя, но и всех научных сотрудников, и прежде всего, в первую очередь, это учет музейных фондов научных, то есть описание их всех коллекций, соблюдение нормы описаний с сотрудниками и проверка правильности этих описаний. Мы, конечно же, Звенигородский музей, в первую очередь, и поэтому мы изучаем историю города и историю края, который связан с Звенигородом. А мы знаем, что у Звенигорода многовековая история, и много веков он был связан с большой территорией на западе Подмосковья, которая была связана с княжеством, с уездом, с районом. И вся эта история, она представляет большие такие пласты, в большинстве своем неизученные. На прошлой неделе поступило предложение выступить на конференции в Академии Минстроганова на реставрационном факультете, где разбирался вопрос о волонтерском движении в сфере охраны культурного наследия. Создалось очень много таких групп волонтерских, которые собираются, организовывают выезды в такие места заброшенные и пытаются как-то спасти эти памятники. Чаще всего это, конечно, храмы. Знаете, мне даже как-то немножко неудобно, когда тебя хвалят, потому что цели достижения всего этого у меня нет. Просто, наверное, интересно музею, интересно моему ВААПИКу, это Всероссийское общество охраны истории культуры памятников, чтобы их сотрудники получили какую-то за свою работу воздаяние, вознаграждение. Вот для них, может быть, придется пострадать в этом отношении, встать на какую-то авансцену для того, чтобы тебя хвалили. Хотя сам я это очень люблю. В ближайшем будущем мы откроем в ней выставку такого знаменитого отечественного художника Абакумова, который очень прославился своими пейзажами как в Подмосковье, так и по северу Руси. Вот эту выставку мы сейчас готовим, и примерно через две недели она откроется, и приглашаем всех желающих посетить ее. Приятно, что Царицыная палата на территории Санкт-Петербурга очень популярна, и любые выставки, организуемые в этом помещении, всегда посещаются с большим интересом. У меня в этом году переиздание книжки «Знегровская история» в плане музейном поставлено, и также издание сборника конференции «Савянское чтение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова